Привет! Это уже не просто маникюр, а полноценные когти. Девушку с ними определенно стоит опасаться, потому что она всегда вооружена. Здесь явно переборщили с эмоциями. Манекены не просто притягивают внимание потенциальных покупателей, но и вызывают шок от увиденного. Следующий снимок сделал сотрудник сервисного центра, которому принесли отремонтировать макбук. Этот узор выгравирован при помощи лазера, и фактория от него просто в восторге. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал, там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Запомните этот силуэт обуви, потому что он имеет все шансы стать следующим трендом, после чего многие другие популярные бренды станут его повторять. Делать зеркальный потолок во всей квартире – это точно не самая лучшая идея. Вы только взгляните, насколько это безумно выглядит. Если вы обладаете очень длинной шевелюрой, то волосы можно собирать в виде галстука на груди. Такой прием идеально сочетается с классическими костюмами. Присылайте и свои интересные находки с идеями по ссылкам в описании под этим видео. Это же насколько нужно фанатеть от легендарного плеера Уолкман, чтобы заказать себе гроб в виде его увеличенной версии. В любом случае и такое уже существует. Идеальные тапочки для фанатов гольфа. Будет складываться ощущение, что вы прогуливаетесь по полю босиком, и такой товар имеет все шансы найти своего покупателя. Приделывать к гитаре голову своего любимого музыканта – это уже как-то слишком. Так что давайте обойдемся без таких крайностей. Милые носочки в виде поросят, которые согреют вас в любой ситуации. Как минимум дома такое можно носить без опаски, что кто-то на тебя будет косо смотреть. Из-за того, что ножка слиплась с черным костюмом, складывается впечатление, что он держит ее в руках. Вот насколько сильно меняет восприятие правильно подобранный ракурс. Эта капсула для экстренной эвакуации была разработана в Японии на случай возникновения цунами. И сейчас она выставлена на продажу, так что ее может купить любой желающий. У каждого в жизни должен быть такой человек, который будет смотреть на тебя так, как этот кот с яблоком смотрит в объектив камеры. Он просто бесподобен. А вот собачникам везет гораздо меньше. Девушка показала то, как примерно выглядит каждое ее утро. Питомец устраивает концерт, пока его не выведут на прогулку. В свою очередь, коты обладают другим уникальным навыком. Они имеют свойство превращаться в бесформенное создание, ломающее своим видом законы физики. Рандомно оставленный пакет с мусором идеально совпал с рисунком позади него. В итоге получилась полноценная композиция со своим загадочным сюжетом. Отдельные кадры с чемпионата мира по фигурному катанию действительно способны удивить. Просто представьте, сколько времени и сил нужно оставить на тренировках, чтобы научиться подобным трюкам. Могучий рейнджер, который уже давно не выбирался из фастфуда, чтобы бороться со злом. Кому-то определенно пора садиться на диету, потому что это не дело. В этот момент олень качал своей головой в попытках отряхнуться. И фотографу посчастливилось сделать один из самых удачных кадров в его карьере. Еще один кот настолько удачно расположился для отдыха, что создается впечатление, будто это его огромная передняя лапа. А под одеялом скрыто такое же здоровенное тело. Следующий питомец тоже был сфотографирован во время своего отдыха. Можете не переживать, в этот момент он чувствовал себя максимально комфортно. Хотя так и не скажешь. Никому не желаешь оказаться на месте этой рыбы, которую птицы начали делить на двоих во время охоты. Но таковы уж законы в дикой природе. Вообще, этот мужчина вполне нормального роста и комплекции. Просто инструмент в его руках очень большой, отчего восприятие реальности ломается. У каждого случаются дни, когда совершенно не хочется работать. Именно в такую секунду следующий герой на канале «Фактория» попал в объектив камеры. Надеюсь, фотографировал его не начальник. Если это чья-то шутка с участием гигантского лобстера, то хочется сразу пожалеть жителей дома, которые еще не видели незваного гостя в окно. Да, на многих фотографиях совы выглядят загадочно, ну или как-то мило. Но в данном случае птица на сто процентов продемонстрировала свою хищную натуру. Что случилось с этим автомобилем и почему он буквально растаял? Можете не переживать, никакого бедствия здесь не произошло. Перед вами просто очередной экспонат с выставки. Этот хороший мальчик был встречен на церемонии вручения Оскара. Под стулом находился специальный человек, который хлопал в торжественные моменты. Хозяин собаки решил продемонстрировать всему миру, что его питомец совершенно не опасен и очень даже милый. Ну, нас почти удалось в этом убедить. Когда-то этот электрический стул использовали для смертной казни. Но сегодня на нем может фотографироваться любой желающий. Очень странная скульптура с шестью глазами. Но любители такого искусства точно захотят поставить ее у себя где-нибудь дома. Встречали что-то похожее? Присылайте мне свои фото. В последний рабочий день на прежней работе автора фотографии ждало такое послание. Жестковато, что ты уходишь, но ок. Студия Pixar решила поделиться тем, как выглядят некоторые сцены на стадии производства с другого ракурса. Это никогда не попадет в финальный монтаж. Мой мир никогда больше не станет прежним. Девушка даже не задумывалась о том, что ей удалось замаскироваться в своей кровати. Поэтому автор фотографии попросил пользователей интернета помочь найти его любовь. Когда отец увидел своего сына в процессе работы, то начал сомневаться в собственных методах воспитания. Ведь для этого не нужен погрузчик. Ночью корова пробила окно в доме и забралась в подвал. Теперь нужно понять, как ее вытащить обратно на улицу. И с этим определенно придется повозиться. Интересно, а водитель задумывался, что наклейка на его автомобиле с первого взгляда воспринимается совершенно не так, как предполагалось? Тот самый момент, когда просишь у босса экран побольше для комфортной работы. А на следующий день встречаешь на своем рабочем месте телевизор вместо монитора. Человек, который проектировал данный станок, совершенно не задумывался о том, насколько реально потом будет выкрутить этот болт. И как его вообще изначально закрутили. Мужчина спрятал по всему дому сотню резиновых уточек, пока его супруга спала. На следующий день, на момент создания фотографии, ей удалось найти лишь треть. А в конце будет какой-нибудь приз? Это испытание ведь не просто так случилось. Да уж, заморочились здесь как следует, но вот только вопрос, зачем? Вряд ли мы получим логичный ответ, но выглядит правда эпично. Автор фотографии сказал, что у него сразу появилось впечатление, что где-то происходит очень масштабная гендер-пати у будущих родителей. Но на самом деле перед нами последствия неполадок на каком-то производстве. Никому не захочется на дороге перед собой встретить грузовик с наклейкой со следующим переводом. Осторожно, я учился водить в GTA Vice City. Таким образом решили преподать урок водителям, которые продолжали парковать автомобили в месте, где стоянка запрещена. Дело было в Пакистане. Но вот только как им удалось это сделать? Очередной бедолага сфотографировал свой неудачный заказ в фастфуде. Но теперь он точно может быть уверен, что использовались только свежие продукты. Отец был рад тому, что его маленькая дочь решила помочь с грязной посудой. Но вот чайник ставить в посудомойку явно не стоило. А за старания все равно следует поблагодарить. Эта табличка предупреждает, что дальше идти не нужно, потому что впереди вас поджидает опасность. Но на английский язык это перевели примерно так. Будущее опасно. Не иди дальше, пожалуйста. Перед вами сёстры-четверняшки, которые в этот день отмечали своё 18-летие. Тяжело пришлось родителям, пока они были маленькие, но в будущем это должно дать свои плоды. Одна из наиболее точных копий знаменитой Мона Лизы, которую написал ученик Леонардо да Винчи. На ней сохранились те детали, которые уже не видны на оригинале. Эта панель использовалась на одной из ракет SpaceX. Автор фотографии нашёл деталь на побережье после недавнего запуска, и при этом она практически никак не повредилась. Девушка работает на производстве игристых вин. Её головной убор предназначен для защиты лица в случае, если пробка внезапно вылетит из горлышка. Снимок был сделан в 1933 году. Так выглядит знаменитая Пизанская башня изнутри. Даже если вы видели её вживую, не факт, что вам удавалось посмотреть на неё с такого ракурса. Андалузские лошади могут похвастаться своей шевелюрой. Даже некоторые люди будут с завистью на них смотреть, потому что слишком уж шикарно это выглядит. Согласны с Факторией? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо.